Вторая глава книга Пророка Иеремии И было слово Господне ко мне, иди и возгласи в уши чери Иерусалима. Так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности Твоей, о любви Твоей, когда Ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынью Господа, начатком плодов Его, все поедавшие Его были осуждаемы, бедствие постигало их, говорит Господь. Вы слушайте слово Господне, дом Яковлев, и все роды дома Израилева. Так говорит Господь. Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились? И не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. И ввел я вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. «Поэтому я еще буду судиться с вами, — говорит Господь, — и с сыновьями ваших, сыновьями сыновей ваших буду судиться, ибо пойдите на острова Хитимские и посмотрите, и пошлите в Кедар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему, переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь сему небеса и содрогнитесь и ужаснитесь, — говорит Господь, — ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб или он домочадец? Почему он сделался добычей? Зарыкали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустынею. Города его сожжены без жителей, и сыновья Мемфиса и Тафны объели темя твое. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. И так познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. И страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил, не буду служить идолам, а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал. Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы! Посему хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено передо мною, говорит Господь Бог. Как можешь ты сказать, я не осквернил себя, я не ходил во след Ваала? Посмотри на поведение твое в долине, познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим. Привыкшую к пустыне дикую ослицу, в страсти души своей глотающий воздух, кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся. В ее месяце они найдут ее. Не давай ногам твоим истаптывать обувь, и гортани твоей томиться жаждаю. Но ты сказал, не надейся, нет, ибо люблю чужих, и буду ходить вслед их. Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, Так осрамил себя дом Израилев. Они, цари их, князья их, и священники их, и пророки их, говоря дереву, ты мой отец, и камню, ты родил меня, ибо они оборотили ко мне спину, а не лицо. А во время бедствия своего будут говорить, встань и спаси нас. Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. Для чего вам состязаться со мною? Все вы согрешали против меня, говорит Господь. Вот че, то есть напрасно, поражал я детей ваших. Они не приняли вразумление. Пророков ваших поедал меч ваш, как истребляющий лев. О, род, внемлите вы Слову Господню. Был ли я пустынью для Израиля? Был ли я страною мрака? Зачем же народ мой говорит, мы сами себе, господа, мы уже не придем к тебе? Забывает ли девица украшение свое, и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня, нет числа дням. Как искусно направляешь ты пути свои, чтобы снискать любовь. И для того даже к преступлениям приспособляла ты пути свои. Даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе, и, несмотря на все это, говоришь, так как я невинна, то верно гнев его отвратится от меня. Вот я буду судиться с тобой за то, что, говоришь, я не согрешила. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты так же будешь посрамлена и Египтом, как была посрамлена Ассирией. И от него ты выйдешь, положив руки на голову, потому что отверг Господь надежды твои, и не будешь иметь с ними успеха. Продолжение следует...